МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 28 мая 1984 года. Одна из западных стран. Уже несколько лет здесь на нелегальном положении ведут разведывательную работу супруги Вартанян. В этот день из центра приходит очень короткая радиограмма. Это тревожный знак. Либо разведчику грозит опасность, либо что-то случилось с близкими на родине. Расшифровав полученный текст, невозбудимый разведчик, обладающий железной выдержкой, бледнеет. Геворг Андреевич Вартанян родился 17 февраля 1924 года в Ростове-на-Дону. Когда Геворгу было 6 лет, его отец вместе с семьей по заданию советской разведки уезжает в Иран. Здесь под прикрытием коммерческой деятельности он ведет активную агентурную работу. Ну и потом, когда уже переехали в Тегеран, тогда мне еще было лет 12, я тогда уже полностью понял, что отец именно занимается разведкой. И постепенно у меня тоже эта любовь загорелась. А тем более, что отец всегда нас воспитывал в духе патриотизма. И когда мне уже было почти 16 лет, это февраль 40-го года, 4 февраля, я тоже связал свою судьбу с нашей разведкой. Вот так вот потихоньку я встал на этот путь. Первое задание, которое Вартанян получает от резидента в Тегеране – сколотить группу единомышленников. Я это задание быстро выполнил. Месяца за 3-4 мне удалось завербовать в свою группу 7 человек. Они почти все были выходцы из Советского Союза, по тем или иным причинам находились в Иране. Созданная группа получает задание вести наружное наблюдение за фашистской агентурой в Тегеране. За полтора года группа выявляет среди иранцев около 400 агентов, работающих на Германии. В августе 1941-го союзные войска вводятся в Иран. Все выявленные агенты арестованы и большей частью перевербованы. Однако руководитель немецкой резидентуры Франц Майер куда-то исчез. Группа ищет его полтора года. А он в это время устроился могильщиком на армянском кладбище. Он очень хорошо перевращался, бороду отпустил, хной покрасил. Он чисто на фарси говорил и на русском. Очень чисто говорил, безукоризненно. И вот нам удалось его накрыть на армянском кладбище. И тогда мы получили санкцию его, чтобы арестовать его, пока пришла санкция из Москвы. Перед нашими глазами англичане его забрали. Прямо перед глазами. И у нас даже слезы потихли, потому что мы столько времени на него потратили, пока мы его нашли. Но совсем скоро у Вартаняна появляется возможность взять реванш у английской разведки. В 1942-м англичане открывают в Иране секретную разведшколу, где готовят разведчиков для заброски на территорию Советского Союза. По заданию центра Вартаняну удается завербоваться в эту школу. Он успешно проходит все собеседования и проверки. А в школе, в сжатом образе, за 6 месяцев я научился всему. И двухстороннему радиоделу, тайнописи, вербовку людей, тайникову, и как тайники подбирать, как с ними работать. Все так, что я, где бы ни выступал, всегда говорю, я благодарен английской разведке, что они дали мне эти навыки. В то время, когда у меня ничего не было за спиной. Вот так вот. Помимо этого, Вартанян выявляет несколько агентов, которых готовят ли заброски в нашу страну. За ними уже вели наблюдения моя группа, их фотографировали, данные собирали на них. И когда их забрасывали на территорию Советского Союза, наши контрразведчики их легко отлавливали, заставляли работать уже под нашим колпаком. Англичанам приходится признать поражение и закрыть разведшколу в Иране. У одного из членов группы Вартаняна есть младшая сестра Гуар. Когда ей исполняется 16 лет, она становится первой и единственной девушкой, работающей в группе. Между Геворком и Гуар возникает чувство, скоро переросшее в любовь. В 46-м они женятся. Всю жизнь, долгие годы трудной и опасной работы Геворк и Гуар прошли вместе. Группа Вартаняна принимает непосредственное участие в обеспечении безопасности на Тегеранской конференции в ноябре 43-го. Резидент поставил такую задачу – все силы мобилизовать, все сделать для того, чтобы обеспечить безопасность этой конференции. И мы первые узнали о заброске десанта фашистов. В 70-ти километрах от Тегерана выброшен немецкий десант из шести человек. Их задача – подготовить плацдарм для диверсантов. Вскоре вся немецкая группа схвачена и продолжает работать уже под колпаком. Узнав о провале, в Берлине решают задействовать резервный вариант. Именно эта операция легла в основу сюжета художественного фильма «Тегеран-43», снятого спустя почти 40 лет после тех событий. Кто видел фильм «Тегеран-43», там они попытку еще сделали пройти через водоканал в английское посольство. А водоканал, потому что в Иране тогда не было ни водопровода, ни канализации. И вот через этот водоканал хотели выйти. А водоканал – это как раз этот родник начинался в районе армянского кладбища. Вот оттуда они и пошли. Они в день рождения Черчилля хотели выйти, значит, в посольство. И там расстрелять, значит, или похитить, или расстрелять, как у Неполя. Но это тоже не удалось. Прообразом героя Игоря Костолевского в этом фильме стал Георг Вартанян. Ну, там в основном выдумка режиссера. Это фильм поставлен на аудиторию такую большую, широкую, которая мало представления имеет о разведке. Поэтому там стрельба, это Костолевский стреляет. Мы, разведчики, стрелять мы можем. Нас учат этому. Приемы борьбы тоже учат. Но мы никогда не применяли оружие. Если разведчик начнет применять автомат или пистолет, так он уже не разведчик. Нам надо уходить. И все. После войны Вартанян с супругой продолжают работать в Иране. Приходится выявлять агентов-двойников, работающих на обе стороны, отлавливать предателей. Когда обстановка в Иране становится более спокойной, Вартаняны просит Центр разрешить им вернуться на родину. В 1951-м они приезжают в Ереван и поступают на факультет иностранных языков Ереванского госуниверситета. После окончания учебы в 1955 году им предлагают и дальше работать в разведке. Они дают согласие. Потом были три десятилетия нелегальной разведывательной работы. Все эти годы Геворг и Гуар Вартаняны работали вместе и стоили целой разведгруппы. Им пришлось выполнять задания в 80 странах мира. Геворг Андреевич жил под разными фамилиями. По оперативным документам советской разведки Вартанян проходил как Анри или Амир. Однажды супруги были приглашены на банкет, который давал сотрудник ЦРУ. Первой в зал вошла Гуар Ливоновна. Смотри, идет обратно. Слушай, говорит, там женщина одна 22 года тому назад мы ее видели. Причем где? Черт на куличке. Я говорю, ты не ошибся? Нет, она только посидела. А так все. Точно она. Ну ладно, я говорю, то идти пока к машине. А я проверю все. Я пришел, прятал, смотрю, она. Женщина могла раскрыть Читу Вартанянов, узнав их в лицо. Что делать? Решение приходится принимать считанные секунды. Гуар разыгрывает приступ болезни и Геворг немедленно увозит ее с банкета. Представляете, что было? Там бы пришла, по другим именам мы там были. Здесь, по другим именам, 22 года. Вартанян, с ручной крято. Куда уйдешь? Уже никуда не уйдешь. Соображения секретности не позволяют даже сейчас, спустя десятилетия, подробно рассказать о работе Вартанянов в те годы. Такова специфика профессии. Разведка есть разведка. В ней всегда остаются тайны. В тот майский день 1984 года, читая сообщения из центра, Вартанян никак не может поверить в его содержание. Супруга мне говорит, что ты побледнел. Ну, а такой телеграмм побледнешь. Потому что там было написано, вам присвоено звание Героя Советского Союза, а супруге моего Красного Знамени Ордена. Ну, я глазам, правда, честно, не поверил, что он звонил. Второй раз прочитал, смотрю такое. Теперь я супруге протягиваю телеграмму. Я говорю, ну, почитай. Нет, нам, наверное, плохо. Ты скажешь, я бы, что на вес это я буду кричать, я Герой Советского Союза. Ну, в общем, убедила, она прочла, быстро все сожгли и в ресторан, как следует, отметили. Ее орден отмыли. Мое звание Героя Советского Союза. Вот так вот было. Вартанян стал первым разведчиком-нелегалом, который 28 мая 1984 года в мирное время был удостоен звания Героя Советского Союза. Степень конспирации была настолько высока, что даже направленные в Кремль наградные документы были выписаны на подставное имя. Только осенью 86-го вартаняны возвращаются на родину. И еще долгих 14 лет они продолжают оставаться засекреченными. Лишь в декабре 2000-го года Георг и Гуар Вартаняны впервые появляются на телевидении. До 68-ми лет Георг Андреевич работал в службе внешней разведки. Но и сейчас, несмотря на свой почтенный возраст, он продолжает свое служение родине. Делится с молодыми сотрудниками своим богатым опытом, встречается с молодежью и сожалеет, что не может еще раз повторить свою жизнь. Жаль, что только годы прошли, что уже нельзя и раскрыли, а то и сейчас бы могли бы насолить, если нужно было. Я говорю, я и от себя говорю, и от имени своей супруги говорю Гуар Ливонны, что если бы мы бы заново прожили, без всякого, мы бы опять бы пошли бы по этой дороге и сейчас бы, конечно, гораздо больше сделали, чем мы свое время сделали, потому что и опыт уже есть, и все. Но второй жизни пока не дано. Поживем, увидим. Вот так вот. Мне этот бой не забыть нипочем, Смертью пробитан воздух, А с небосклона бесшумным дождем Падали звезды, А с небосклона бесшумным дождем падали звезды. звезды.